Добрый вечер! В эфире итоговая программа РТС «7 дней» в студии Анна Ахпашева. Прямо сейчас я и мои коллеги расскажем о главных событиях уходящей недели. И сегодня вы увидите. Задолженность жилищно-коммунального комплекса Хакасии достигла 300 миллионов рублей. Чтобы избежать неминуемых отключений, энергетики предложили рассрочку платежей. Мусорная реформа в действии. Как наш регион, и в частности Сейногорск, справляется с вывозом отходов? Республиканский Минздрав намерен объявить конкурс на возведение радиологического корпуса. Но что будет со станцией ЮНАТОВ, на территории которой и предполагается начать строительство? Внимание сайногорских общественников в эти дни приковано к клубу «Кинолог». Местные волонтеры утверждают, здесь несколько дней голодали отловленные бродячие собаки. Рубрика «Скандал недели». Хакасия примет активное участие в нацпроектах, инициированных президентом страны. В нашем регионе вскоре появятся десятки новых объектов. Лечебные учреждения, садики и школы. Позади затяжные выходные, поэтому первая рабочая неделя года выдалась короткой. Среда, четверг, пятница и все. Впрочем, жизнь не стоит на месте. Валентин Коновалов сел за стол переговоров с генеральным директором МРСК «Сибири», чтобы обсудить проблемы ЖКХ. Задолженность жилищно-коммунального комплекса Хакасии продолжает расти. И чтобы избежать неминуемых отключений, энергетики предложили рассрочку платежей. К концу минувшего года проблема с неплатежами за электроэнергию стала в Хакасии крайне остро. Многолетние долги, накопленные региональным ЖКХ, достигли 300 миллионов рублей. В аберрации с долговой ямы жилищно-коммунальные предприятия не торопились. В ответ энергетики щелкнули по рубильнику. Так в декабре обесточили сразу две школы Орджоникидзевского района. Однако решить проблему таким радикальным способом не удалось. Напряженная ситуация вылилась в сложные переговоры главы Хакасии и гендиректора МРСК Сибири. Сегодня удалось прийти к взаимопониманию. Вот тех ситуаций по отключениям повторения больше не будет, потому что диалог налажен. И, в общем-то, думаю, что в дальнейшем мы и в целом вот эту ситуацию с неплатежами оптимизируем и придем к какому-то консенсусу. И в целом разберемся с этой сферой ЖКХ. Валентин Коновалов подчеркнул, правительство Хакасии готово оказывать всемерное содействие, чтобы покосить неплатежи. Однако стоит учитывать, что основной долг за электроэнергию сегодня числится за жилищно-коммунальными предприятиями, которые находятся в частных руках и органам власти неподотчетны. Интересно, что некоторые организации регулярно требуют деньги за свои услуги у населения, однако платить за энергоресурсы забывают. Почему предстоит разобраться органам правопорядка, пояснил Виталий Иванов. Создается постоянно действующая рабочая группа по мониторингу систем неплатежей в системе ЖКХ. Это первое. Второе. Компания предложила заключить двухлетнюю рассрочку по системе ЖКХ, значит, с учетом оплаты текущих платежей. Подобные соглашения энергетики планируют подписать со всеми объектами ЖКХ в ближайшее время. Еще одной важной темой стал вопрос тарифного регулирования, то есть фиксирования тарифов на электроэнергию на 10 лет. Прийти к соглашению по данному направлению планируется в феврале-марте этого года. Также в ходе переговоров уделили внимание осенне-зимнему отопительному сезону. По словам руководителя МРСК Сибири, энергетика работает устойчиво, наблюдается снижение аварийности более чем на 15%. Глава Хакасии Валентин Коновалов поблагодарил оперативные службы за стабильное жизнеобеспечение в новогодние каникулы. Республика начала 19-й год достаточно спокойно. Вместе с тем расслабляться не стоит прохождение отопительного сезона, по-прежнему остается приоритетной задачей правительства республики. Качественная организация и подготовленность всех структур к этому сложному периоду продолжительных зимних каникул позволили избежать крупных аварий на коммунальных и энергосетях, сохранить нормальное жизнеобеспечение населения. Прошу руководителей Министерства и организации поблагодарить свои коллективы и рассмотреть возможность поощрить специалистов, которые обеспечивали ремонтно-восстановительные работы в столь короткие сроки непосредственно на месте аварий. На заправках крупных нефтекомпаний начали расти цены, однако правительство намерено ограничить этот процесс, заключив соглашение с поставщиками. Как сообщает российская газета, повышение стоимости топлива в этом году не превысит 1,7% от декабрьского уровня. По подсчетам экспертов, в новом году литр 95-го в среднем по стране может подорожать на 76 копеек. За такой же объем 92-го бензина придется выложить на 71 копеек. Копейку больше. Дизельное топливо наценится почти на 80 копеек. На некоторых сетевых заправках этот рост уже произошел, но не полностью. Ожидаемое повышение цен на АЗС обусловлено ростом базовой ставки НДС до 20%. В Хакасии цены крупных игроков топливного рынка пока не изменились. И еще немного об НДС. Налог повысился на 2%. Впрочем, эксперты напоминают, рост не коснется социально значимых товаров. Это хлеб, соль, сахар, молочные продукты, куриное яйцо, крупы, мясо, рыба и многое другое. В списке исключений также учебная литература и детские товары. Прежним НДС остается и для внутренних авиаперевозок. Мой коллега Александр Климов встретился с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хакасии Василием Кудашкиным. И узнал, налог вырастет, пусть и незначительно, но все равно ударит по нашим карманам. Я думаю, что затронет абсолютно все. Абсолютно все. Даже где сами производители не являются плательщиками НДС, они все равно покупают товары и услуги, в цене которых есть НДС. То есть бизнес, можно сказать, вынужден сегодня поднять цены в связи с новым законом? Да, вынужден. И надо здесь отметить, что все равно все эти, это повышение цен НДС, за это все заплатят потребители, мы с вами. Это все будет переложено на потребители. Мусорная реформа в действии. С января в Хакасии начал работать региональный оператор. Сейчас о том, как наш регион, и в частности Саиногорск, справляется с вывозом отходов. Волна мусора нашу республику не захлестнула. Несмотря на опасения с приходом регионального оператора Аэросити-2000, практически все осталось по-прежнему. Правда, проблемы были у города Металургов. Муниципалитет не мог подписать соглашение, согласно которому отходы будут вывозить местные компании. Чистый город и эко-ресурс. Однако все уладилось до наступления нового года. На сегодняшний день можно сказать, начало января, что в городе мусор вывозится. Схема, которая жителей устраивала, сохранилась. Вот это главное сейчас достижение. Мы договорились на два месяца с региональным оператором. Как раз за два месяца станет понятно и их потребности, и наши расходы. Кстати, в Саиногорске нет привычных контейнеров. Вывозят по графику сразу мусоровозами. Поставить баки местные власти собираются ближе к осени. Сейчас мусорный коллапс городу не грозит. В настоящее время компания «Чистый город» работает в штатном режиме. Мусор вывозится согласно графику. И согласно того расписания, согласованного с жильцами, сбоев никаких нет. На других территориях Акасии тоже все под контролем. Все отходы вывозят вовремя. Зато жители соседнего Красноярска возмущены. Мусорные кучи растут не по дням, а по часам. Но убирать их не спешат. Вот что пишут пользователи соцсетей. Сегодня уже 8 января. Два дня отведенная под вывоз мусора стекли, а мусор на том же месте в удвоенном размере. Теперь и недели не хватит для его вывоза. А может, надо оштрафовать тех, кто это допустил? А раньше мэрия не знала, что мусор нужно вовремя вывозить, иначе город утонет в отходах. Остается надеяться, что к универсиаде все свалки наконец-то уберут. В республике дела обстоят лучше. Правда, в праздники в Абакане тоже образовались мусорные заторы. Вот что прислали нам абаканцы. Впрочем, завалы отходов во дворах Абакана убрали за несколько дней. Теперь остается надеяться, что новая схема не даст сбоев, и в городах и селах Акасии будет, как всегда, чисто. Тем временем республиканские власти пытаются сократить тарифы за вывоз бытовых отходов. Кроме того, будет введен жесткий учет по перевозкам. Об этом говорили участники совещания, которое прошло в администрации Абакана. Новый закон о твердых бытовых отходах в действии. Региональные власти проверили первые путевые листы перевозчиков, работающих в Абакане и Черногорске. Пока среди претензий частный случай мусоровоз едет полупустой. Система GPS это не видит, так что перевозчик запросто может сделать до семи сотен холостых ходов. И таким образом накрутить ненужный населению тариф. То есть вместе с прессовкой он может ввести 60 кубов и везет 28,5 кубов. Просто останавливаем мусоровоз, просим, дайте нам, пожалуйста, машинный лист. И видим, это Абакан, мы видим список из 38 контейнеров на 75. То есть ему задачу поставили вывести по сути. Вдвое меньше, и это все холостые пробеги, и это все те затраты, которые в итоге могут составить тот тариф, который нам нужен. Для того, чтобы исключить такие частные случаи и убедиться в обоснованности тарифа, власти республики запросили у регионального оператора реестр сведений по каждому маршруту и в отношении каждого контейнера. Сейчас программисты разрабатывают специальную систему отслеживания мусорного потока региона. По сути дела, речь идет о альтернативной системе подсчета всех расходов при движении мусора по региону. Мы, надеюсь, сможем уже убедиться в том, что необоснованных затрат нет. К сожалению, пока мы в этом убедиться не можем. Неисключенный пересмотр тарифа речь идет уже не о перевозках, а о наполнении полигона. В Сорске, Абазе и Абакане уже обнаружили просчеты. Мы в течение этого года решим проблему с нормативом накопления, он будет снижен. Потому что те данные, которые мы сейчас имеем по республике, и в том числе и в городе Абакане, этот норматив накопления будет тоже ниже. Перевозчики в ответ говорят, в их работе особо ничего не изменилось. Многие собственники домов по старой памяти звонят им напрямую, игнорируя регионального оператора. В Хакасе стали чаще летать. За последнюю пятилетку пассажиропоток вырос вдвое и превысил 220 тысяч человек в год. В 2018-м через международный аэропорт Абакана авиакомпаниями выполнено свыше 1700 вылетов, что на 20% больше показателя 2017 года. География маршрутов Москва, Томск, Новосибирск, Красноярск и Норильск, а также зарубежные рейсы Анталия, Турция и Утапао, Таиланд. Как отмечают специалисты, за последние годы Абаканский аэропорт стал одним из самых успешных и эффективных транспортных предприятий республики. Мутная вода. В нашу редакцию обратились жители деревни Луговая Аскизского района. Они жалуются на то, что из-за недобросовестных предпринимателей, которые занимаются откачкой септиков, в местную реку попадают все нечистоты. В проблеме разбиралась моя коллега Полина Назарова. Зловония на улице, дома и в машине супругов Юнгейм поселилась несколько месяцев назад. Ольга с мужем прожили в доме на берегу реки больше 20 лет, пока в один из дней не приехала машина и не вылила в ближайшую канализационную систему дурно пахнущую массу. Затем это стало повторяться снова и снова. Все бы было не страшно, если бы вода проходила через очистные сооружения. Но, по словам жительницы, фекалии утекают в протоки реки Аскиз, а дальше вливаются в реку Абакан. Спецтранспорт подъехал к канализации и в процессе съемок. Однако, увидев камеру РТС, водитель спешно уехал. На поиск ответов мы направились в местную администрацию. Там нам пояснили, война за люк тянется давно. Даже закрыли бетонной плитой. А через пару дней ее отодвинули и снова слили нечистоты. Ну и вот там, вот именно на этой изгибе сливались азенитационные машины и частично попадала в реку Аскиз. Мы сейчас по этому же вопросу, если мы, конечно, выйдем оперативно и в течение двух-трех дней мы это дело решим. Канализацию закроют в ближайшее время. Виновников пообещали найти и наказать. Возможно, тогда в Луговую вернется чистый воздух и чистая вода. В Хакасию пришел грипп. Такие данные озвучили эпидемиологи, подведя итоги последних двух недель. Пока грипп обнаружили только у троих взрослых. А вот у РВИ зафиксировано больше тысячи случаев, почти половина из которых приходится на детей. Тем не менее, ежедневный мониторинг показал, что уровень сезонной заболеваемости значительно ниже эпидпорога. Долгожданный радиологический корпус появится в Хакасии в течение ближайших трех лет. В марте Республиканский Минздрав намерен объявить конкурс на строительство. Об этом руководитель ведомства Владимир Костюш сообщил в ходе встречи с заместителем главы региона Татьяной Курбатовой. Ежегодно в нашем регионе о страшном диагнозе узнают больше двух тысяч человек. В современной медицине существует три основных метода борьбы с раком. Радиотерапия, хирургическое вмешательство и химиотерапия. Два последних в Хакасии доступны, а вот за лучевой терапией онкобольным приходится отправляться в другие регионы, хотя далеко не все из них транспортабельны. Поэтому власти республики отстояли строительство радиологического корпуса в рамках нового нацпроекта. Думаю, что в феврале будут доведены соглашения по доведению денег федеральных, а это миллиард 309 миллионов федеральных денег на три года на строительство радиологии. Мы планируем, что в марте месяце мы уже объявим конкурс. На место выехала курирующая замглавы Татьяна Курбатова. Она подчеркнула, в этом году из регионального и федерального бюджетов выделят порядка 200 миллионов на создание городской амбулатории. Также средства пойдут на дооснащение республиканской онкологии. Впрочем, эксперты не скрывают, этих мер недостаточно. Старое здание совершенно не соответствует современным требованиям. Онкодиспансер нуждается в расширении. Как раз на старте сегодня медико-техническое задание хирургического корпуса. Это то, что было, это как раз медико-техническое задание, которое выполнено. Хирургический корпус на 120 коек. В итоге здесь появится новый медицинский центр, который будет состоять из трех корпусов. Возведение хирургического затронет половину территории станции ЮНАТОВ, которая расположена поблизости. На оставшемся пространстве планируют построить детскую и взрослую поликлинику. Такое развитие событий вызвало недовольство юных натуралистов и их родителей. Впрочем, как заверила министр образования Лариса Гемазутина, любители природы без дома не останутся. У нас в Черногорске два гектара земли в центре города, где тоже теплица стоит. Ее нужно отремонтировать, восстановить зимнюю теплицу. Там рядом у нас коррекционная школа-интернат, где четвертый этаж абсолютно пустой. То есть мы станцию легко можем разместить там. Мы готовы детей возить, у нас есть и в РЦДО свой автобус детский. Будут ребята отсюда, мы придем в Черногорск. У нас это проблем нет. Транспортная доступность, маршруты все согласованы с ГИБДД. Специалисты добавляют, пока станцию ЮНАТО встроительная техника не потревожит. Финансирование дорогостоящих объектов вначале нужно отстаять на федеральном уровне. А это перспектива нескольких ближайших лет. В 2018 году с помощью приборов автоматической фиксации в Хакасии выявлено свыше 100 тысяч нарушений ПДД. С помощью автоматических помощников сотрудники ГИБДД выписали более 20 тысяч штрафов. Среди самых распространенных нарушений, которые зафиксировали камеры, превышение скорости, пересечение сплошной линии, выезд за стоп-линию и на встречную полосу движения. Кстати, безответственных водителей в прошлом году стало больше, чем в 2017. Специалисты считают, что это связано с увеличением числа видеофиксаторов. Все внимание сайногорских общественников в эти дни приковано клубу «Кинолог». Местные волонтеры утверждают, здесь несколько дней голодали отловленные бродячие собаки. Подробностями поделились наши коллеги из телекомпании ТВ-8. Рубрика «Скандал недели». Полицейские открывают опечатанную дверь бокса бывшего клуба «Кинолог». За ней клетки с собаками, отловленными предпринимателем Виктором Версицкасом в рамках договора с муниципалитетом. Сегодня все проходит спокойно, в то время, как еще вчера здесь было настоящее противостояние. Городские волонтеры обвинили бизнесмена в том, что он содержит собак ненадлежащим образом. Мы здесь дежурили больше суток, собак никто не кормил, не поил. И при нас сказали ветеринары, они сказали, что было 14 собак отпущено 8 числа. Мы, их волонтеры, дежурили здесь постоянно, 2-3 машины стояли, этих собак никто не отпускал. То есть полный обман. Сам красноярский предприниматель, который неоднократно выигрывал электронный акцион на отлов бродячих собак, недоумевает. Со вчерашнего дня ему блокируют доступ в пункт передержки бродяжек и не дают нормально выполнять контракт. Вчера подъехали утром для кормления собак, они блокировали наши действия, не давали ничего делать. Мне помяли машину, кидали в нее камнями, хотели разбить стекло. Стекло не разбилось, помяли дверь. По этому поводу я написал заявление. По поводу препятствия выполнения муниципального контракта я тоже написал заявление. И за оскорбление. Не стыковки по дате отлова, отсутствие необходимых ветдокументов и другие факты заставили волонтеров усомниться в порядочности предпринимателя. Глава Саиногорска Михаил Валов подозревает, что работа по отлову ведется только для галочки. В собачьем деле слишком много вопросов без ответов, в том числе и финансовых. Поэтому руководитель города намерен расторгнуть контракт. Мы сейчас видим, находятся здесь щенки отловленные, непонятно, то есть хотели их оперировать, это нельзя. Или хотели их здесь подвергнуть эвтаназии, это тоже вызывает вопросы. У нас в городе много собак, которые агрессивные, бегают, кидаются на людей. Мы начинаем тратить деньги, чтобы ловить щенков и их умерщвлять, тоже неправильно. Известная в городе зоозащитница руководитель клуба «Кот и пёс» Галина Король готова принять собак после всех законных процедур в качестве новых постояльцев. У нас подготовлены места. Тем более в новом законе говорится о том, что пункт передержки может только в приюте. Животным нужно найти хозяина. Вот уже есть много желающих. В результате собачьего конфликта в полицию поступило шесть заявлений и обращений, как от волонтёров, так и со стороны предпринимателя, который занимается отловом бродяжек в Саиногорске. Правоохранители проводят проверки, по результатам которых, видимо, и будет ясно, кто виноват и что делать. Акция от Росгвардии «Безопасный Новый год» продолжается. В рамках всероссийской акции сотрудники Росгвардии раздают информационные листовки и рассказывают жителям республиканской столицы, как уберечь своё жильё от кражи. Как правило, в длинные выходные хозяева уезжают на отдых. Росгвардейцы советуют не распространяться о своих планах в соцсетях, запереть окна и двери получше и создать эффект присутствия, включить свет или телевизор. Восемь малышей родились в республике в последний день ушедшего года. За новогоднюю праздничную неделю в роддомах Хакассии появились на свет 110 детей, 55 мальчиков и столько же девочек. Из этого числа большая часть новорождённых пополнила статистику в республиканском перинатальном центре – 76 человек. И это больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хакассия примет активное участие в нацпроектах, инициированных президентом страны. Сейчас министерства и ведомства республики прорабатывают свои направления, чтобы на выгодных условиях получить федеральную поддержку. В нашем регионе вскоре появятся десятки новых объектов – лечебные учреждения, садики и школы. Глава Хакассии провёл первое принципиально важное совещание по новым нацпроектам. На нём заслушали большинство руководителей республиканских министерств. По каждому ведомству – десятки проектов. Работа проделана колоссальная. Все цифры в кратчайшее время нужно защитить в Москве. Республика заявилась сразу в 11 нацпроектах. Федеральный бюджет готов выделить на реализацию планов по всей стране в общей сложности 25 триллионов рублей. На часть проектов республика уже получила зелёный свет. Принято решение о выделении региона 2 миллиардов рублей на строительство школ, детских садов. В Абакане, в сёлах республики. Ещё один миллиард пойдёт на поддержку предпринимателей. Поддержка семей и старшего поколения. Строительство семи детских садов и новых спортивных площадок. Всё это в рамках проекта «Демография». Серьёзные заявки и у Минздрава, в частности по привлечению кадров. Из республики начали уезжать врачи. Строительство амбулаторий, ФАПов, новое оборудование. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Здесь мы в 2019 году планируем приобрести оборудование для Абаканской межрайонной клинической больницы на 54 миллиона рублей. Планируем разработать проектно-сметную документацию в лечебном корпусе республиканской больницы для размещения МРТ и ангиографа. Запланировано развитие детского здравоохранения и строительство трёх детских поликлиник в Аскезе, Черногорске и Абакане. Минобор науки нацелен на подготовку кадров и развитие новых технологий. Самый большой и актуальный проект – это современная школа. В нём 8 направлений. Мы должны к 2024 году построить 10 сельских школ, ввести в селе новых мест 1560. Расширится и технопарк «Кванториум». Рядом с республиканским центром откроют муниципальные – в Саиногорске, Черногорске и Абакане. Вопросы жилья, дороги, экологии, направлений работы множество. Вся эта работа будет идти системно и под особым контролем республиканского правительства. Каждый третий день в наступившем году россияне будут отдыхать. Такой вывод можно сделать, проанализировав календарь 2019. Давайте посчитаем вместе. Общее число праздничных дней, включая примыкающие к ним выходные – 26. Плюс по 46 обычных суббот и воскресеньев. Сложив все вместе, получим 118. Вот и выходит чуть ли не треть года отдыха. А если каждый прибавит еще и свой отпуск, то нерабочих дней получится заметно больше. Этим мы завершаем обзор событий уходящей недели. С вами была программа «Семь дней» и я, ее ведущая, Анна Ахпашева. Увидимся в следующие выходные. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!